Виталий Декабрёв и Марина Рыкалина, ведущие программы. Бывает такое настроение, что хочется ярких красок. Имеют многолетний опыт по выращиванию овощных, плодовых и декоративных культур экологически чистым способом. Перчики совсем небольшие, но это, знаешь, даже и к лучшему. Выполняют ландшафтные работы на профессиональном уровне. И вообще я песковоз. В своём арсенале имеют дачу, зимний сад и опытный участок, где испытывают новейшие сорта. Подвязываем, вернее, вот так подкручиваем на верёвку томаты. Марина и Виталий собрали на своём участке внушительную коллекцию декоративных и плодовых культур. Съёмки проходят в Самарской области, в зоне рискованного земледелия. Сегодня в нашей программе мы продолжим уход за рассадой и сделаем плановые посевы. Но сначала хотим отметить, что семена перцев, которые мы сеяли в этом сезоне немного раньше, 3 февраля в торфотаблетки, прекрасно взошли. Ставим 9 баллов из 10 за всхожесть. Баглажаны тоже взошли без проблем. Их мы сеяли 10 февраля. Если со всхожестью баклажанов не возникает никаких проблем, то перцам нужен жёсткий температурный контроль. Температура почвы должна быть от плюс 25 до 28 градусов. Поэтому не ставьте посевы на батарею. Почва может подсохнуть и наклюнувшиеся семена погибнуть. Лучше поставить их рядом с отопительным прибором. Даже если в квартире тепло, это не значит, что температура почвы находится на должном уровне. Измеряйте постоянно температуру грунта. Не допускайте понижения. Не обеспечили температурный режим, не ждите дружных сходов. И не пеняйте на качество семян. Появились первые всходы тут же под агролампу. Досвечиваем круглосуточно, 4 дня. Потом сокращаем до 14 часов в сутки. Сейчас выберем семена вместе с Александром Леонидовичем Самсоновым и займёмся подкормкой рассады. Здравствуйте. Сегодня давайте вскроем такую тему. Томаты для консервации. Какой должен быть томат? Некоторые считают, что должен томат быть в консервации. Плотный, сверху красный, а чтобы внутренности розовые были. Это томат делгал. Есть дачники, которые хотят что-то такое необычное получить, полезное. Для этих целей есть такие томаты, как аждот и ашкелон. Но принято у нас уже 10-20 лет консервировать перцевидные томаты. Я считаю, лучшим для этих целей есть томат пазана. Но если он считает некоторые жёсткие, понежнее надо. Есть томат имитатор. Но есть, не хочется перцевидный, хочется яичком. Какой здесь лучший? Я считаю, корлеона, он не просто сверху красный, а он ещё розовый внутри. А есть дачники, которым нужен полезный яйцевидный томат с высоким содержанием ликопина. Это томат романа. Есть дачники, которые хотят томат самара. Ну, нет её, да. Мы нашли замену томату. Он называется кахава. Когда вы положите крупные томаты разных форм, то в зазоре надо положить обязательно черри. Я так делаю. Это или черри максик, или черри ликопа, или черри ира. Есть дачники, которые не хотят выращивать в теплицах. Только в открытый год есть решение и для них. Вы берёте томат Тань. Это плотный томат, который отличный в консервации. Этот год ожидается очень жарким. Как 2010 год. В 2010 году отлично показал себя томат Ладжейн. Он устойчив к жаре. Есть дачники, которым нужны кубовидные формы. Томат Дуал Эрли. Если взять перцевидные томаты, невысокие, то здесь какие есть? Хайпил, Тарквей, Инкас, Семко-2000. И вот появился такой томат. Он называется Гердон. Это аналог знаменитому Каспару. А теперь я вот о чём хочу вам сказать. Давайте вспомним дачу вечер. Вы берёте перец лазорно, очень красивый, с глянцем. Кладёте в него порезанные кусочки перца Самсон. Из-под костра достаёте перец Рубины, баклажан Бибо. Срываете лучок зелёный, стардаст, который имеет беленькую головочку. Вот такую. И сверху вы накрываете щавелем. Кушайте. И получаете огромное удовольствие. Желаю вам большого и надёжного урожая. Семко-Самара приглашает фирменные магазины за дачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500-900. Изготовление вагончиков для дачи и стройки. Телефон 271-0920. Компания «Продметалл». Продолжаем работу с рассадой перцев. Грунт в торфотаблетках по своему составу бедный. А корневая система у растений уже активно формируется. Обеспечиваем питанием. Сделаем подкормку вермикомпостным чаем. На 2 литра воды 2 столовые ложки биогумуса. Мы в своей работе используем биогумус самарского производителя. Даём настояться двое суток с открытой крышкой. Добавляем мягкое гуминовое калийное удобрение. Сократив дозу втрое, заявленной в инструкции. И кормим всю рассаду. Далее внесём полезную микрофлору. Это азотофиксирующие и фосфор-калиймобилизирующие бактерии. Они продаются в виде вот таких препаратов. Эти бактерии будут способствовать преобразованию фосфора и калия. Которые находятся во внесённом питании, в удобоваримую форму для растений. А азот эти бактерии будут добывать из воздуха и отдавать растениям. Сложный процесс. Но он становится простым благодаря учёным, которые создали такие препараты. Впоследствии вся рассада получит этих незаменимых помощников. Четырёх банок нам хватит и на рассаду, и на весь огород. Сейчас выберем семена для предстоящей посевной и продолжим свою работу. Удобрения «Азотовид» и «Фосфатовид» для экологически чистого земледелия. Возьмите минеральное питание у природы. Спрашивайте в магазинах вашего города. Каких только сортов и гибридов томатов не встретишь на приусадебных участках наших дачников. Совсем скоро будем сеять томаты на рассаду для выращивания в теплице. И надеемся, что томат «Метюнюшка» займёт достойное место на ваших дачах. Ранний спелый, детерминатный, с красивыми сливовидными плодами массой 100-150 граммов. Зрелые плоды красные, плотные, мясистые, прекрасно подходят для домашней кулинарии и всех способов консервирования, в том числе и цельноплодного. Индетерминатный томат «Таврический» также отлично подойдёт для цельноплодного консервирования. Его плоды некрупные, до 130 граммов, в кисти по 8-10 практически одинаковых по массе и форме томатов. Плоды красные и гладкие. Это раннеспелый гибрид быстро порадует вас урожаем. Салатный томат «Котофеич» – отличный выбор для тех, кто любит лакомиться свежими томатами. Его плоды малиновые, очень крупные, массой до 350 граммов. Это один из лучших гибридов в семействе розовоплодных. Он раннеспелый и продуктивный, сладкий и урожайный. Имеет оригинальный цвет и насыщенный вкус. Если нет времени формировать томаты в открытом грунте, вам идеально подойдёт томат «Веня». Посмотрите, какой он красивый. Растение штамповое, прямо стоячее, слабоветвистое, высотой всего 40 сантиметров. Плоды 60-70 граммов. Также будем его использовать для консервации. Также для любителей розовоплодных гибридов советуем приобрести семена гибрида «Ариша». Раннеспелый томат невысокого роста, с красивыми розовыми плодами, устойчивыми к растрескиванию. А это для розовых томатов просто бесценно. Какой красивый гибрид «Лоран». Не так много гибридов оранжевого цвета. В этом году обязательно его посадим и в теплицу, и в открытый грунт. Этот томат относительно невысокий, до одного метра. Растение компактное и плотное. Вкусовые качества плодов на высшем уровне. Доверяйте профессионалам и получайте королевский урожай. Попробуйте эксклюзивные сорта овощей от компании «Евросемена», среди которых много новинок. Эти семена высокого качества с отличной всхожестью, разработаны специально для личного хозяйства. Спрашивайте «Евросемена» в магазинах вашего города. На этой неделе нужно сделать посевы цветочных культур, таких как виолы, маргаритки, и не поздно посеять дельфиниумы. Успешные всходы дельфиниумов можно получить только из свежеубранных семян, или из семян, которые правильно хранились до посева. Большинство приобретенных готовых грунтов не подходят для посева дельфиниума, так как они в основном сделаны на основе торфа. Поэтому мы долго просили наших самарских производителей сделать правильный грунт. И в этом сезоне наслаждаемся посевами в качественные почвосмеси. Теперь можно грунт не составлять самостоятельно. Этот биогрунт сделан из компоста, компостированного в течение года. Биогумоса также в качестве разрыхления и обогащения сюда добавили уникальный компонент – диатомит. Грунт рыхлый и питательный – то, что нужно. Итак, этим грунтом заполняем ящики. Толщина слоя около 10 сантиметров. Утрамбовываем и хорошо увлажняем грунт. Насыпаем слой песка полсантиметра. Светлая поверхность позволит хорошо контролировать процесс посева. Равномерно раскладываем семена. Сверху присыпаем слоем почвы в один сантиметр. Далее ещё раз увлажняем посевы из пулевилизатора. В воду желательно добавить любой биологический фунгицид для предотвращения грибных и бактериальных болезней. На 7-10 дней ставим ящик с посевами в холодильник. Бывает, что даже в таких условиях появляются первые всходы. Далее содержать ящики нужно при температуре плюс 15. Препараты «Биокомплекс» можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf. На этой неделе уделим внимание комнатным растениям. Всё лето комнатные растения нас радовали яркой зеленью и пышным цветением. Но с приходом холодов многие из них начинают чахнуть. Конечно, каждое растение требует индивидуального подхода. Но есть общие проблемы, от которых страдает большинство ваших комнатных растений. Самый главный из них – это недостаток освещенности, низкая влажность воздуха и пониженная температура. По возможности приобретите агролампы и проводите досвечивание. Если растения стоят на прохладном подоконнике и при этом вы их часто поливаете, то различных гнилей и бактериальных болезней в этом случае не избежать. Положите на подоконник термометр и измерьте температуру. Если она ниже плюс 18 градусов, то попробуйте с помощью подручных средств утеплить подоконник. Например, отсеките прохладный воздух от окна пенопластом или любым изолирующим материалом. Это оценят тропические растения. Но бывает, что от батареи идет слишком горячий воздух. В таком случае как можно чаще опрыскивайте растения теплой и мягкой водой. Установите на подоконнике емкости с водой. Испаряющаяся вода немного повысит влажность воздуха. Можно закрывать батареи плотной влажной тканью. Такой микроклимат будет полезен не только цветам, но и всем домочадцам. При нормальных условиях содержания комнатные растения продолжают расти. И многие даже цветут. Поэтому нужно пополнять их рацион. В зимний период растения кормят один раз в месяц. И все же зимние месяцы – это стресс для растений. И они не всегда могут справиться с ним самостоятельно. В наших силах и интересах им помочь. Приобретите в магазинах антистрессовые препараты. Приготовьте рабочий раствор следуя инструкции. И опрысните все ваши комнатные растения. А еще лучше, если вы не будете ждать стрессовых условий, а начнете применять такие препараты с целью профилактики. Два раза в месяц поливайте и опрыскивайте растения биологическими фунгицидами для предупреждения грибных и бактериальных болезней. Далее посеем маргаритки, но уже в другой грунт, также самарского производителя, который начал покорять сердца дачников с выпуска качественного биогумуса. Разумеется, он и присутствует в этом уникальном грунте. Также здесь есть вермикулит, торф и бактерии, которые будут бороться с патогенной микрофлорой. Посев маргариток нужно делать в кассеты, чтобы в итоге высадить растения на постоянное место, не повреждая ком земли, иначе растения не зацветут. Заполняем кассеты почвой и слегка утрамбовываем. Семена раскладываем поверхностно по 5 штук в каждую ячейку. После посева семена слегка припудриваем слоем вермикулита. Чтобы получить гарантированные всходы, нужно соблюсти главное условие – земля должна быть постоянно влажной. До всходов парник нужно содержать при комнатной температуре, а после того, как на рассаде раскроются семидольные листочки, температуру снижаем до плюс 15-17 градусов. Обязательно досвечивание до 14 часов в сутки. Новинка от ИП «Ткаченко» – универсальный готовый питательный эко-грунт. Спрашивайте в магазинах вашего города. Виолу можно посеять двумя способами. Также в этот питательный грунт. Нарезаем бороздки глубиной 3 мм через 1 см. И раскладываем семена с шагом в 1 см. Присыпаем грунтом, увлажняем и ставим в теплое место. Второй способ посева поверхностный. Семена просто слегка прижимают. Таким образом, всходы появляются быстрее. Ведь им не нужно тратить силы на прорастание сквозь слой почвы. Но нужно учесть, что всходят виолы только в темноте. Поэтому при поверхностном посеве ящики придется накрыть темной пленкой. Или убрать в темное место. Обычно всходы появляются через неделю. Продолжаем планировать свои цветники. Ведь совсем скоро в магазинах появится посадочный материал. Пионы травянистые – самые популярные многолетники. И встретить их можно в каждом саду. Современные пионы поражают своей красотой и расцветкой. А стоят новинки совсем недешево. Чтобы ваш труд и деньги не пропали даром, старайтесь приобретать только сортовой посадочный материал. Сажая пионы, нужно знать, что первые цветы вы увидите на второй год. А полноценное цветение будет на пятый год после посадки. Для хорошего цветения пионам нужна почва рыхлая и богатая органикой. Высадить их нужно на солнечных участках и обеспечить хороший полив. На этой неделе также можно привести в порядок садовый инструмент, наточить лопаты, грабли и секаторы. Заняться планировкой участка и выбрать растения для будущих посадок. И, конечно, штурмуем магазины. Там уже завозят декоративные луковичные растения, розы и лук-сивок. Добавляйтесь к нам в группы ВКонтакте и в Фейсбуке «Дачные сезоны». Смотрите нас на канале в Ютьюбе и на кабельном телеканале «СКАД-24». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!